Всем привет! Сегодня я вас опять решила взять с собой. Очень нравится девочкам видео, когда я беру их по магазинам. Мы приехали! Когда я была у Оли в магазине, она мне сказала, что здесь ее подруга и у нее пряжа. Но мне же стало любопытно, а поскольку Тимур ехал в этот район, я с ним сегодня напросилась. Он меня взял, и я вас тоже с собой возьму. Вы же любите ходить со мной по рукодельным магазинам. Сейчас посмотрим, что там за пряжа. Я еще ничего не знаю. У Алинки срочный заказ на игрушки, но ей нужна велюровая пряжа. Я сейчас буду искать, есть ли там велюровая пряжа, ну и заодно покажу, какая еще есть. Может быть, для оренбургских девчонок будет такое видео полезным. Так, какой адрес? Адрес, так, Три мартышки. Точный адрес напишу в видео, когда домой приеду. Это напротив чайки. Раньше это был рынок, а сейчас этот комплекс называется Три мартышки. И представляете, я еще здесь не была. Я живу в Оренбурге, я не знала, что этот комплекс называется Три мартышки. Как мало магазинов я в Оренбурге знаю. Так, тут стоянка внизу. Здесь, наверное, центральный вход. Мы зашли с центрального входа, но нам нужен цокольный этаж. Рынок нулевой этаж. Сейчас мы вниз будем спускаться. Так, рынок нам нужно через парковку. Кстати, можно было, Тимур, войти через парковку. Мы через комплекс вошли. Нужно войти в рынок. Так, нашла мартышки. Налевой этаж. Все для вязания пряжа. Здрасте. Ой, здравствуйте. Опа. Кого мы тут увидели? Мы только разговаривали с тобой об этом. А ты сегодня нарисовалась. А у нас сегодня гости, да? Здрасте. Это я удачно зашла. Да, это Инна, моя подруга. Здрасте. Здравствуйте. Оля, а ты чего не работаешь? Ты не понимаешь? Так я сидит до трех. А, ты до трех. А, ты до трех. А я думала, ты на работе. Как хорошо попала я. Здорово. Вот праздник и не приехала. Пополтать решить. Это редкое явление бывает. Почему? Потому что мы всегда на работе. У нас же магазины, все дела. Вот. И вот она... Я, конечно, редко бываю гостем. А вот Олечка ко мне почаще. Она более мобильная, чем я. И когда она ко мне приходит, у нас всегда очень большой праздник. Потому что наговориться. Мы тут буквально не можем. Вот. Понятно. Но я-то клиентка. Я пришла за товаром. Все. Так. Вам рассказать, что у нас есть в магазине. Вот вы вовремя пришли. Почему? Потому что буквально вчера мы поступили, получили пряжу. Вот видите, тут еще разбирать не успеваем. Тут пряжа кругом разложена во всех местах. И поэтому... Давай закругляйся и показывай. Есть, что показать у нас. Да. Оторваться от спиц не может. Какая хорошая работа. Да здесь вообще идеальная. А что вяжешь? Я вяжу с сыну шапку из пряжи Руми. Вот. Это фирма Инфинити. От бренда. Это вот у меня вот идет второй моточек. Вот. Первый закончился. Вот специальные ниточки не убираю. Почему? Потому что, чтобы видно было, на сколько хватило одного мотка. То есть один моток это вот этот. Здравствуйте. Понятненько. А мне, дочке, нужна велюровая пряжа. Идемте, я вам покажу. Мне нужна велюровая пряжа. Сейчас ее хочу посмотреть. А потом, в принципе, можно показать для зрителей. Потому что вдруг кому-то пригодится. Да. У нас очень большой ассортимент пряжей. Площадь магазина небольшая. Вы сами уже увидели. Это у нас всего 12 квадратных метров. Но мы настолько ассортимент увеличили, что у нас пряжи продаются как в розницу, так и через интернет-магазин. И буквально прямо завтра будет такая хорошая возможность у Эленбурских вязальщиц покупить пряжу без предварительного заказа в интернет-магазине, в розничном магазине, по ценам интернет-магазина. То есть вы чувствуете разницу. То есть вы пришли, кодовое слово сказали. Это название магазина. Это у меня главушка. И всегда по воскресенью у нас проходит такая акция. Ну и давай теперь посмотрим, какая у нас пряжа есть. А у вас еще интернет-магазин есть? Да, у нас интернет-магазин есть. А, у вас есть интернет? Да. Понятно. Ну тогда ссылочку мне скинете, потому что девчонки все равно спрашивают. Обязательно. Я под видео, девочки, я под видео тогда оставлю ссылку. Я не знала, что есть. Это интернет-магазин, который работает уже чуть-чуть меньше года. Довольно очень активно. Мы грузим его. Единственное, бывает, что несовпадение по наличию товара. Почему? Потому что мы не успеваем отслеживать очень много запросов. И, соответственно, вот такое у нас бывает. Поэтому, если кому-то что-то там нужно будет по пряже, я номер телефона вам дам, вы можете. Лучше, конечно, созвониться, уточнить по наличию тону. Значит, мы наш магазин распределили на несколько зон, чтобы покупателям было комфортно, удобно найти пряжу, ту или иную, которая им необходима. У нас есть специальные шкафы, где разложена только детская нитка. Есть пряжа, шкафы, где разложены летние нитки. То есть летний ассортимент – это хлопка, содержащие либо стопроцентный хлопок, либо сочетание хлопка. Вот они прямо за моей спиной. И тут много различных брендов, с чем мы работаем. И ассортименты еще мы пополняем. То есть сейчас, если посмотреть, то у нас по наличию не очень много. Почему? Потому что весна только начнется у нас в конце. февраля пополнять. Но уже вот прям вот буквально пришел вот такой очень хороший хлопок. Итальзанский хлопок. Притом по цене, наверное, по ценам турецкого хлопка. Даже бывает он и ниже. Все в зависимости от курса доллара. Это 100% мерсеризованный хлопок в 50 граммах в 450 метров. И у нас его много. То есть от этой фирмы, которая производит это и 450 метров, и 340 метров, и 283 метра, 250 метров, 165 метров. И все тоже та же пряжа. И самый толстенький от этого производителя у нас вот такой хлопок ягита в 50 граммах в 120 метров. Вот. Мы уже, я не знаю, вот этому хлопку я готова прям буквально хлопать постоянно, аплодировать. Изделием связанным из него, потому что вещи не растягиваются, не пеленгуются, цвет он не выгорает. Идеально себя ведет. Единственное, что для девочек, которые вяжут только по журналам, когда видят, что в журналах рекомендуют толстый хлопок, я всегда говорю, девчонки, ну вы представьте, толстый хлопок в нашем веренбуржском жаре. Это просто невозможно. То есть для меня вот этот вот хлопок идет не летнего, все-таки не для летних кофт. Вот это межсезонка. Это весна, осень, замечательно просто будет. Вот. И ну как бы вот это вот нас летние шкафы. С летним ассортиментом пряжи. Есть детские, детская, где пряжа разложена. Ну вот прям буквально вот этот шкаф полностью детская пряжа. То есть вы видите такие яркие тональности. Хочу прям особо обратить внимание вот на Бэби Альпаку. Цветовая гамма, она далеко не детская, потому что видите такой изумрудно насыщенный, грязно-желтый цвет, какой-то вот белый он тоже не выбеленный. Это все потому, почему? Потому что это идет стопроцентная нитка. В составе 45% мериноса и 55% альпаки. Поэтому такая цитовая гамма у нее не ярко выкрашенная. А вообще с газалом мы много работаем. У нас наличие его очень большое. Это эксклюзив, где в сочетании идет китмахер, шерсть 19 микрон и 50% шелка. И Бэби Вулгазал. Единственное, что у нас на сегодняшний ниток пока нет экселя. Бэби Катон у нас тоже есть. Он находится в шкафчиках, где летняя нитка. Китмахер у нас есть. Есть и рок-н-ролл у нас газаловский, который буквально весь интернет бомбит. У нас тоже он это есть. На сегодняшний момент одна из таких очень приятных ниток, не только она по тактильным ощущениям, но и по ценовой политике. Это вот от картопу. Бэби Вулли. Это новинка этого года. Хорошая цветовая гамма, очень такая большая довольно-таки. Ну и один из плюсов, что она довольно-таки бюджетная. То есть в розницу этот моточек стоит 105 рублей, а в ней 30% шерсти. Притом все остальное не как обычно идет в других детских нитках, это акрил, а идет плюс еще добавлен полиамид. А полиамид он дает качество, а ниточки немножко другое. Он помягче становится нитка. Понятно, спасибо. Ну и вот возвращаемся к этому шкафчику, от которого мы начинали. То есть у нас здесь тоже разложена детская нитка. Одна из востребованных это детская новинка. Она у нас сейчас только поступила. Прям много количества цветов пришло, большое количество. И тоже это одна из ходовых позиций. Почему? Потому что она оптимизирована по ценовой политике. Но я могу вам сказать, что лично сама я ее не вязала. Почему? Потому что если я бы выбирала между шокеримом, это от Элизе, и детская новинка от Пехорхи, то я выбирала шокерим. Потому что для меня она по тактильным ощущениям получше. Вот. Ну и вот теперь мы к нашим переходим ниткам, которые фантазийные детские. Особо мне нравится эта пряжа Париж. Она очень похожа на ангору. Хотя в составе все полностью искусственное волокно. 60% идет полиамиды и 40% идет акрила. Это 100-граммовый моточек, в котором 245 метров. Цветов у нас на данный момент очень много. Ниточка в процессе носки не пилингуется. Несмотря что ничего там натурального нет, она теплая. И естественно, очень хорошо она идет на манишки, на джемпера. Она детские. И не колется самым главным. То есть детки в ней не плачут. Снимите с меня, в ней колется. Для игрушек это прям бренд этого года. Это Дольче от Ернарта. Сейчас цветов у нас осталось уже немного. Но мы прям буквально планируем уже где-то после 25 января планируем поступление пряжи. Количество будет увеличено. И собра Дольче это Емурчак от Картопу. Картопу очень между собой они похожи. Разница только в длине нити. Это идет 120 в Дольче в 120 метров в 100 граммах. А в Емурчике идет 95 метров. И появилась еще в Картопу вот такая прячь. Сейчас я вам его покажу. Она по фактурности одинаковая. И в составе только у нее идет 25 акрила, 75 полиэстера. Тут наборчики немного есть. Сейчас я посмотрю еще. А это ПНК, да? Да, мы работаем с комбинатом имени Кирова. Конечно же, вышивок у нас немного. Почему? Потому что мы, скажем, такие дилетанты в этом вопросе. И вышивке уделяем очень мало места. Ну, девчонки, бывает, заходят, что-то находят. Но это, скажем так, дополнение. Вот. Значит, я вот сейчас провязываю вот эту пряжу. И фирма Картопу. Еще раз напоминаю, что в ней идет в составе 75 полиэстера и 25 акрила. И в таком 100 грамм матке 100 метров. Почему я его начала провязывать? Вы поближе посмотрите, что он не однотонный. То есть он слегка играет цветами. Вот в данном матке это сочетание нежно-кораллового и бежевого такого грызноватого цвета. Я сейчас прям быстренько, пока вам буду рассказывать о другой пряже, я свяжу образец, чтобы посмотреть, как будет играть сочетание этих двух цветов в полотне. Интересно. Рекомендуемые спицы шестерка-семерка. Но я взяла спицы пятерку и прям по-свободнее свяжу, чтобы именно посмотреть полотно. Значит, из фантазийной ниточки мы еще привозим софти. Это старая нитка, которая у нас уже очень давно в ассортименте. Количество цветов, что-что появляется в фирме Ализе, мы всегда ее привозим. Вот она находится. И еще есть такая ниточка, которая а-ля Бэби. Ее можно встретить в других фирмах. Она вот такая, вот видите, очень ворсистая, с такими петелечками. И при вязании получается двухфактурность. Что с одной стороны, что с лица, что изнанки ровненькая. То есть вот этот кусочек связан лицевыми петлями. Отлично подходит для детских курток. Плюс, что очень быстро вяжется и минус, что нитка короткая. То есть на куртку где-то нужно, в зависимости от возраста. Мне помнится, я вязала за аналога несколько лет тому назад. И у меня ушло на изделие из а-ля Бэби. Только был другой поставщик. Вернее, поставщика-производитель. У меня ушло около 7 мотков. Но куртка с капюшоном, говорит, с носу нет. Уже там передали по носу, потому что ребенок вырос. И смотрится очень хорошо. Самое главное, что она не скаталась. То, что обычно бывает из пряжи, которая идет из искусственного волокна. Еще у нас есть, это буквально тоже бомбит весь интернет. То есть пряжа, которая вяжется руками. Это пуфи от Элизе. И у нас вот пришли буквально вчера две расцветки. Вот такой вот глубокий океан. И белый, вот такой вот цветной. Но я могу сказать честно, что я еще не вязала. Сегодня у меня приходила девочка. Она связала на подарок. И у нее на детский плед ушло 5 мотков. И очень интересно смотрится. Не избито. Хорошая такая вещь. Дело в том, что у меня есть такой плед. Вот мне подружка подарила, прислала мне из Москвы. Я сегодня домой приеду. Я в конце этого влога покажу вам плед, который вяжется вот из этой пряжи. У меня уже есть. Да, руками. Вот у меня уже есть готовые изделия. И знаете, что интересно, девочки? У меня же собака и две кошки. И кошечка вот так постоянно лапками мнет. Дело в том, что ни затяжек нет. Мы уже стирали. Совершенно не теряет вид. Вот я сегодня покажу, как это пряжа в носке. Причем используется очень активно. Я каждый день им накрываюсь этим пледом. И со мной рядом и ричек, и кошечки. И ничего с ней не будет. Вот из этой вяжет? Да, Алинка вот из этой. Я приехала за этой пряжей. Я же, Оль, тебя цитала, где у нас в Оренбурге пряжу можно велюровую купить. И у зрителей спрашивала. И не везде есть вот такие оттенки. Вот Алинка у меня розовый просила. Вот этот коралловый, да, тоже классный. Вот этот персик. Кстати, он на камере посветлее. Так он поярче, да? Здесь светлее вот так. Да. Он здесь светлее. На камере светлее. На камере светлее. От освещения зависит. Да, и желтый совсем другой. Тут на камере лимонный, а так он на самом деле такой солнечный. А я еще в конце покажу. У меня дома другой свет. Посмотрим, какой оттенок будет. Потому что вот я сегодня возьму желтую и возьму коралловую. А вообще Алинке нужна розовая. Вот в следующий раз приеду. Вот не такая ей яркая, а ей нужна нежно-розовая пряжа. Ой, ну мне прям этот шоколад особо нравится. Кстати, какие книжки будут классные. Такие вот прям вот. Ну и оленят. Оленята, да. Сочетание вот этого цвета. Такой вот он песок. Наверное, Алинка вот таких оленят вязала. И вот этого цвета они вообще прям. Это дольче. Алинка вязала велюр, написано было. А там она немножечко... Хотя, в принципе, такая... Немножко цвет другой был. Оттенок немножко другой был. Вот у нее вот такой был оттенок, но она была блестящая. Но я все равно сегодня возьму, потому что у нее заказ, и ей нужно срочно. Вот, так что я возьму. И посмотри, как она строчит спицами. Сколько уже довезла. Пока мы болтаем. Ну, скажем, мне надо показать, как она будет в флотне. Да, и представьте, я уже тут несколько сразу зайцев убиваю. Я же показываю не только вам. А спицы... Ой, какие у тебя размеры? Нет, она крючком вяжет. Вот так получается. Изнаночная сторона такая фактурность. Знаешь, как цвет изменяется? Вот там прям холодный бежен, а на самом деле он такой яркий довольно-таки. А здесь, посмотрите, ну вот очень сложно перейдать по кастрюлю. Видите, как играет цвет? То есть вот оно. Вот это вот какой-то вот выходит. Это вот пряжа. Еще раз говорю, от картупа или ганспри. Да, но я не английский уже давно учила. Возможно, я неправильно скажу. Но вот эта вот эта ниточка. Она у нас была в нескольких цветовых расцветках. Сейчас вот осталась только эта. А вообще мы ее привозим. То есть это после 25 января мы будем заказывать. Что еще мы можем делать? Что мы еще делаем? Когда мы формируем заказ на ту или иную позицию, я выставляю в инстаграме по какой цене это можно приобрести. То есть по стопроцентному предоплате мы привозим по другим ценам. У вас инстаграм есть, да? Да, у нас раскрученная страничка. Тоже оставлю тогда? Да, у нас почти 10 тысяч подписчиков. Отлично. Да, подходим мы к круглому числу. Потому что мы очень активно работаем в этом направлении. Так, ну это... Ну и еще мы с Инной предлагаем совместную отправку заказов для тех, кто, типа, как ты, Инесса, например, вышиваешь, дочка вяжет. Вот кто-то есть у меня и клиенты, те, которые и вышивают, и вяжут. Ну вот это Оренбургские. Ну и кто-то вот из твоих зрителей, может быть, тоже, если будет интересно. То есть... Пока мы здесь снимали, у Оли уже созрела идея. У Инны на сайте тоже можно позиции посмотреть. Кто-то вот в инстаграме тоже уже много же, кто подписан в инстаграме. Также у Инны выбрать пряжу и что-то, если по вышивке, уже сразу... Ну, в принципе, да, хорошая идея, да, доставка. Где мама вяжет, а дочка вышивает, или наоборот, или там подружки, например, они вот все равно... Вот мы, допустим, мы с Олей уже дружим больше вот почти два года, да, и, соответственно, я вяжу, а Оля вышивает. А бывает я вышиваю, но крайне редко. Дочку мою сюда не привезла. Да, вот, кстати. Ну, это у меня просто дочка уходила, а мне забрала ее. Вот. И поэтому такая возможность, вероятность есть. Еще хотела, знаете, что показать? Вот Париж уже в действии. У нас еще девчонки вот таких струшек шьют. Вот, пожалуйста, Париж. То есть, остаточки Парижа, которые остались от изделия, связали, смотрите, как он в полотне. Все-таки у нас Оренбург не такой богатый город. У нас очень много бюджетной нитки. То есть, мы работаем такими турецкими фабриками, как Ализе, Картупу, Ланоса. Вот такая вот у нас хорошая ниточка Банетто есть. 49% шерсть, 51% акрила. Притом, это не просто шерсть, а идет шерсть Мериноса. Вот. Но я вот ее рекомендую всегда на какие-то большие изделия, типа жакетов, джемперов, там, например, покрывала, но не шапки. Почему? Потому что фактурность нити, если на меньших спицах вязать, она смотрится не так красиво, как бы хотелось. Вот. Очень люблю от картопы пряжу Альпака Пола. Вообще прям очень люблю. Не закатывается. Она такая мягенькая, она тепленькая, быстрее вяжется. Один плюс, а второй минус, потому что короткая она. То есть, это побольше количества мотков на дно шапку. В среднем где-то хватает. Без подворота одного мотка чисто хватает. У нас почти, вот у меня в дому, у каждого члена семьи, что-то связано из этой пряжи. Притом она, я ее пробовала заливать кипятком, она у нас не села. Я ее стирала в машинке, она не села. Она у мужа, вот мужа связанная с шапкой, самый первый начал он ее носить. Из всех членов семьи она у него не запеленговалась. Вот. Цвет, как был он черный, так он и есть черный. Единственное, что есть вот такие вот волосочки. Волосочки это идет у нас альпака. В составе идет 20% альпаки, 20% мериносовой шерсти, 60% акрила. Вот. То есть, это полушерстяное сочетание альпаки с мериносом. Ну, из российской мы еще работаем с пехоркой, вы это уже услышали. Зимний пример, это одна из разновидностей. Тоже 50% мериносов не в составе. Вот такая. Из толстеньких у нас супер, самый толстый, это вот Супер Лана Макси. И еще есть альпака Джамбо. Это итальянская нитка, она у нас в другом месте находится. А вообще мы привозим не только такую бюджетную нитку, но и в ряжу более премиум класса. Это у нас, я уже говорю, когда начинали снимать видео, это и Руми от Инфинити, и Аляск от Инфинити. Мы всегда на каждую позицию навязываем такие вот кусочки, чтобы человек мог потрогать, посмотреть, как оно будет в полотне. Вот это и Сандрис Гарн, который больше 100 лет работает по производству пряжи, на рынке пряжи. Вот это вот детская серия альпака, сочетание шерсти с альпакой. Вот, и хлопок есть 100%, хлопок с мериносом есть. То есть у нас тоже такая нитка, которая по лучшим качествам, да, потому, скажем, она у нас расположена в других шкафах. Ну и вот мы сейчас подошли с вами к шкафам, где она расположена у нас нитка более высокого качества. Я уже говорила, что у нас есть такая в ассортименте. Это пряжа итальянских брендов BB, Alessandro и Lannes du Nord. И у нас здесь же находится чуть выше альпака Джамп, о которой я вам говорила, вот она толстенькая. У меня прям есть мастер-классы по шапке Бинни из этой пряжи, если кому-то будет интересно и хочется связать такую шапочку, то есть я их отправлю вам бесплатно. На одну шапку Бинни достаточно одного вот такого мотка. В этой ниточке у нас идет 35% альпаки, 35% шерсти и 30% только микрофибры. В 100 граммах хоть и 80 метров. Единственное, что не очень яркая тетовая гамма, она такая более приглушенная. И прям буквально еще вчера мы получили пряжу от BB. BB это Full. Вот такие у нас оттеночки уже, вот они были. Пришел у нас наконец-таки черный цвет, очень востребованный, такой приятный розовый. Прям классный такой цвет. И он такой не детский цвет, а презентабельный. Да, кстати, передает вот прям точно. У нас есть и Мирина 12, то есть в 50 граммах 63 метра идет. То есть вот они прямо столбики первые. Это вот Full пошел 90 метров в 50 граммах. Потом аналог Full в Александр Пормирина. Еще раз напоминаю, длину в 50 граммах 90 метров. 100% Миринос. Вот они у нас цвета идут. Вот на этой полке у нас находятся три бренда с итальянцами, с Мириносами. Это от Alize Мирино Рояль. На данный момент у нас сейчас 5 цветов. Белый, черный, темно-синий, вишня. Сухая роза. Потом от BB пошел премьер. 50 граммах 125 метров. И поступил очень красивый цвет. Такой винный. Я его попозже покажу, достану. А Malfi это уже тоже вот цветовой гаммой остаточки. И мы планируем после 25 заказа делать и рекорд тоже от BB. Если вы вдруг, ребята, хотите связать себе теплый джемпер из Мириноса, более такой вариант, который поможет вам сэкономить ваш бюджет, это рекорд. Почему? Потому что 50 граммах 175 метров. Это будет тонкий, теплый джемпер. Но, конечно же, минус, что это будет он вязаться ни день, ни два, ни три. И ни неделю. Допустим, как из фула, потому что фуле идет 90 метров. Или Пурмирино от Александра. А здесь 175 метров. Но, тем не менее, это будет такая приятная, теплая вещь. У меня уже внук относил джемпер. Он ни граммы не закатался. С ним ничего не произошло. Следующая нитка, которую мы привозим от BB, это Zara. Полушерстяная нитка, где 49% Мириноса. И вот она именно цвета, которые есть. Еще цвета мы ждем. То есть часть мы получили, а часть у нас еще на следующей недельке будут. И сейчас прям в наличии, пожалуйста, вот такой вот приятный бежевый. Пришел серый. То есть скоро 23 февраля. Она от джемпера прям замечательная. А пришла еще нитка Холидит Твит. Это тоже новиночка. Она вот видите какая-то актив с краплениями. То есть это видовая пряжа сейчас особенно пользуется спросом. Что в принципе, что из нее можно никакие тут не вывязывать ни орана, ни косы. А просто взять лицевую или изнаночную гладью. И будет интереснее посмотреть за счет вот этих строплений. На данный момент у нас три цвета. Были еще бежевые. Другие-то она была. Но они уже, к сожалению, закончились. Пришел бежевый, но у нас он весь отложен. То есть мы его даже выкладывать на полку не будем. И последний заталий, что мы получили. Это мы получили вот такую очень приятную ангорку. В составе в ней 50% ангоры, кролика. 20% мериносовой шерсти. И 30% полиамида. Посмотрите какие цвета. Ну я не знаю. Я не буду ее не просто вытащить. У нас вот стоит на таких вот, чтобы она у нас не падала. Но мне, конечно, прям зелень вообще, он прям бомбический мод. Такой стильный. Некоторые цвета, они уже у нас подходят к концу. То есть вот такой вот палевый цвет подходит. И жемчужина серый. Он, наверное, выглядит как белый. Его уже вот у нас нет. Существует вам три моточка осталось. Три или два мотка. И, к сожалению, в этот раз она к нам не пришла, потому что она закончилась. То есть она требует пользы и особым спросом. Эта вот шапочка у нас связана из ангоры 70%. Где в 70% идет кролика ангоры. А все остальное полиамид. На данный момент три цвета вот есть. И еще у нас пришла красивая мята. То есть вот такой вот цвет пришел. Вот хочу вам показать вот этот вот бежевый цвет. В этой видовой нитке. Прям она вообще классная. Такой будет, знаете, красивый джемпер. Такой вот натуральный, приятный. В составе идет шерсть, вискоза. За счет вискоза вообще очень такая приятная. По тактильным ощущениям. Ну и, конечно же, есть акрил. Точно сейчас вот не буду смотреть. А, вот увидела. 50% шерсти, 39% акрила, 11% вискоза. 50 грамм, 125 метров. То есть она как премьер. А это что такое блестящее, красивое? Это у нас одна из ниток. Тоже он такого бюджетного класса. Но мне она нравится. Почему? Потому что если висать с нее косынку, кто любит косынки, два матка. До 46 размера на джемпер уходит тоже два маточка. И у меня есть косынка. Косынка, который уже я нашу 6 лет ей. И вы поверьте мне, что она практически не сперринговалась. Единственное, что, конечно же, все представлены, что ангора должна быть пушистой, но на самом деле в ней пушистить никакой там нет. А вот эта нитка, она не колючая? Люрексовая. Нет, не колючая. Нет, нормально, да? Да, нормально. Интересно. Интересно, получается, вот варежки. Вот прям вот они в полотне. Но единственное, что, конечно, если варежка, то мы берем более тонкие спицы, она становится немножко кольчеватая. Так сильно, но не очень приятно. А вот если мы вяжем на джемпера, то будет красиво. Смотрится обалденно. Конечно, для меня не очень приятно на руку. Но я вот тоже капризная в этом плане. То есть если у вас какое-то, вот вы чувствуете шерсть, то... Лана, голода у нас очень много. Ну, здесь выбора, да, много. У нас Лана голода очень много. Мы его и получили, и получаем, и он у нас есть, и мы его постоянно привозим. Очень много. Из... Ну, вот это вот мы тут раскладываем нитки. Поэтому это такой, скажем, творческий беспорядок. Вот. Одна из продаваемых позиций у нас в магазине это Ангора Реал 40. 40% шерсти, 60% акрила и 480 метров в 100 граммах. Вот такого плана получается с нее носочки в две нитки. То есть вот с такого мотка, если мы вяжем в две нити, то пара носок 43-го размера, пожалуйста. Сейчас она у нас идет по акции 170 рублей в розницу. Поэтому представьте, что за 170 рублей возможно связать мужские носочки. А это вы вязали, да? Ой, вы знаете как? Я вяжу в магазин только шапки. А у вас еще вязаные изделия есть? Да, у нас связанные изделия есть. То есть мы работаем со всеми девочками, которые, начиная от 15 лет, девочки заканчивают там 75-80 годами. Они все у нас девочки. Это вот в основном женщины вяжут более такого старшего возраста. Ну, дополнительно, заработка. В принципе, когда мы продаем, то есть мы не зарабатываем. Почему? Потому что такая акция тоже для людей. Чтобы больше, чтобы люди могли купить подешевле, а возможность была у людей заработать побольше денежку. Это можно принести вам? Да, мы берем, да. Только единственное, что если люди и девчонки у нас вяжут, то вяжем с нашей пряжи. То есть пряжи покупают, у нас вяжут, вывешиваем, продаем. Насколько продали, эту же сумму мы человеку отдаем. То есть мы процент никакой за изделие не удерживаем. То есть это для постоянных клиентов такая акция, да? Да, да. Еще мне очень нравится вот такая вот пряжа, которая называется Ария и Рибули от турецкой фирмы Нака. Чем она мне нравится? То, что есть в составе и шерсти альпака. И вы видите, во-первых, эта нитка как ровница идет. То есть она совсем по-другому спрятена. И самое главное сочетание цветов. Посмотрите, она как будто как вот цветок раскрывается. Вы не представляете, какие они получаются красивые вот из этого косынки. На один бактус хватает достаточно одного мотка. Вот. В мотке 100 граммовом 450 метров. Ставая гамма тоже у нас такая очень немаленькая. Ну вот такой у нас ассортимент. В принципе, российскую нитку мы тоже предлагаем. Вот этот шкаф прям полностью здесь пушистый у нас с ниткой. А вот это наверху что за пряжет? А это фантазийная нитка. Она у нас просто находится на центральном месте. Почему? Потому что с ней получаются шикарные елочные игрушки. То есть она, конечно же, больше используется для отделки. Потому что по тактиле она ходит такая красивая сияет вся. но по тактиле она не очень приятная. Немножко жестковатая. Но игрушки с ней получаются вообще суперские. 100 граммов 220 метров. То есть увязаться можно всеразличных игрушек. А вообще, конечно, с люрексом пряжи много. Это сочетание акрила с пайеткой, и акрила с люрексом, и ангора с пайеткой. И то есть много пряжи. И хлопок с люрексом. Это, пожалуйста, у нас есть. И травка с люрексом. Конечно, мне было очень Инесса с вами приятно познакомиться, поделиться с вами нашими достижениями, потому что магазину 6 лет. Очень хочется познакомиться с вашей дочкой, потому что она мне близко, ближе по духу она вяжущий человек. И услышайте именно, потому что девочке всего 20 лет, а она у вас такая умничка, уже вяжет игрушки, создают сама мастер-классы. Вот. И я рада буду вас видеть еще раз у себя в гостях. Приходите, мы пообщаемся, с вами чаек попьем. У нас есть такая возможность. Большое вам спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо. Я тоже рада. Такой сегодня классный обзор был. Я, честно говоря, не ожидала. Думала, сейчас только про эту пряжу поговорим, и все. Ну, думаю, моим зрителям тоже будет очень интересно услышать такой подробный обзор. Я не ожидала, что у нас сегодня будет подробный обзор. В общем, спасибо вам большое. И ссылочки на все ваши контакты я оставлю. Ну, вот, я приехала домой, обещала вам показать вот этот плед, который Катя вязала. Вот, из этой пряжи петлями, которые вяжутся без спиц и крючка. Вот, видите, какой он классный. Мы его используем постоянно, каждый день накрываемся, уже стирали его, и, в общем, вид не теряет. Классный. Ну, а это пряжа, которую я взяла Алинке для ее игрушек. Набрала разные цвета, еще заказала розовую. Наличия не было, но будем ждать. Сейчас покажу игрушки, какие Алина связала. Из последних предыдущих видео у меня были Алинкины игрушки. Вот такого еще связала Алина олененка и слоника. Ну, слоника вы видели, я уже показывала. В общем, вот такие вот игрушечки. Это маленький такой мишка, шоколадный мишка. А вот, видите, это пряжа блестящая. это пряжа велюр, а вот это пряжа дольче. Она не такая блестящая, но, в принципе, тоже красивая. И вот такая вот пряжа, вот такой вот синий зайчик. Ну, Алина человек творческий и решила, что на этот раз у нее зайчик будет синий. Вот этого зайчика она сама вязала, просит мастер-класс, но авторы, которые делают мастер-классы, не все хотят, чтобы по их мастер-классам снимали видео, поэтому Алинка придумывала все сама вот здесь вот и будет делать мастер-класс вот по этому зайчику. Будем ждать от нее видео. Сессию она сдала и обещала нам в конце месяца сделать мастер-класс. Ну, в принципе, можно из разной пряжи вязать, не обязательно использовать те цвета, которые выбрала Алина. Ну, вот такой вот смешной заяц, вот с такой вот большущей шапкой, ну, нам показалось, что так прикольно. Вот такой сегодня у нас вязальный влог был. Надеюсь, вам понравилось. не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Редактор субтитров